Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Марина. Эту запись мы делаем весной 2023 года. Сказка как жанр устного народного творчества в жизни современного человека. Нужна ли сегодня народная сказка? На эту тему я хочу сейчас поговорить и ответить ещё на некоторые вопросы, которые связаны с моим творчеством на YouTube-канале, где я рассказываю сказки. И чтобы ничего не забыть, не упустить ничего самого важного, но и не лить воду, я подготовила своеобразный доклад и буду подсматривать свой ноутбук. Так, согласны ли вы, что сказка – это величайший помощник человека в любом его возрасте, на любом этапе его жизненного пути? Или вы считаете, что сказочка – это только для маленьких детей, да и детишкам это так, развлечения, пустое время препровождения, а ничего серьёзного? Как вы думаете? Пишите в комментариях. Сказки живут тысячелетиями. Сколь существует человечество, оно всегда нуждалось в мечте, в ожидании чуда. Для того человек и создан, чтобы стремиться к счастью, верить в удачу и возможность достижения самых радужных надежд и ожиданий. И тут уж без сказки не обойтись, которая вдохновляет, придаёт задору и уверенности, поддерживает человека в тяжёлых жизненных испытаниях, даёт ему подсказку, как преодолеть трудности, в каком направлении двигаться. Сказки никогда не устареют, они нужны нам. В далёком 1824 году русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, находясь в ссылке в селе Михайловском, пишет оттуда своему брату. До обеда пишу мои записки, обедаю поздно, после обеда ежеверхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки, каждая есть поэма. Представьте, да, Пушкин, получивший дворянское воспитание, учившись в лицее, вращавшись в высшем свете, вдруг обнаружил на фоне всего этого такой зияющий пробел, который потом уже во взрослом возрасте он восполнял, вознаграждал, слушая народные песни и сказки своей няни Арины Родионовны. Получается, что в детстве Александру Пушкину не рассказывали сказок, а если и рассказывали, то недостаточно, раз он на это сетует. И вот Пушкин, уже во взрослом возрасте, вдохновлённый сказками своей няне, в последние десятилетия своей жизни успевает сочинить свои сказки в стихах. И все мы с детства знаем и любим сказки Пушкина. Повзрослев человек, порою снова и снова обращается к сказке, но толкует её уже по-новому, расшифровывает тайный её смысл и получает важную для себя информацию. Сказка имеет сильное целебное свойство, помогает решить психологические проблемы, способна исцелить тело и душу. Как же работает сказка? Сказка – это вымысел, а она и не претендует на реальность. Поэтому мы погружаемся в сказку, отключая критическое мышление. Нам нечего бояться, ведь это всё понарошку. И мы просто с удовольствием слушаем сказку. А вот подсознание наше всё воспринимает всерьёз. И вместе с героем проходит испытание, одерживает победу. И таким образом мы находим пути решения собственных проблем. Ведь сказки все перекликаются с базовыми событиями человеческой жизни. Когда я говорю слово «сказка», я рассматриваю её в широком диапазоне. Ведь сказка – это интернациональное явление. Давно замечено, что в сказках разных народов мира много сходства. Сказки кочуют из страны в страну. И мы, люди планеты, читали, слышали, знакомы с разными сказками со всех уголков Земли. И они полюбились нам. И фольклорные сказки, и авторские сказки. Многие эти произведения переводятся с оригинального языка на языки других народов мира. И тем самым происходит обмен культурой. Ну, а я на своём YouTube-канале знакомлю зрителей с традицией и фольклором своего народа. С русской сказкой. «Со сказочницей». Почему же я делаю на это такой особый акцент? «Сказочница». Вот, скажете, вы, сидит, упярится. А вот какова роль сказочника, или как раньше на Руси называли, сказителя? В русской фольклористике – это вторая важная тема сегодняшней беседы. Фольклорное творчество всегда несло в себе коллективный характер. Сказка передавалась из уст в уста. Создателям, хранителям и носителям сказок был народ. И каждый отдельный крестьянин в старину знал множество сказок, былин, песен, пословиц, поговорок, загадок. Но всегда кто-то выделялся из остальных. Был более искусным рассказчиком или певцом. Обладал хорошими артистическими данными, особым вдохновением и задором. Таких одарённых, артистичных людей с большим удовольствием приглашали на ярмарки, на праздники, исполнить эпические песни, блины, сказки. Среди странствующего люда на Руси всегда было много сказочников. Бродячие портные, разные мастеровые люди, отставные солдаты, знатока сказок всегда с большей охотой пускали на ночлег, как в крестьянскую избу, так и в барскую усадьбу. Хорошими сказителями в старину на Руси были ямщики, трактирщики, мельники. А в артелях плотников, лесорубов, рыбаков и среди охотников обязательно присутствовал сказочник. Сказочники гармонизировали отношения в коллективе, скрашивали тяжёлый, кропотливый труд. И такие мастера-сказители находились как среди работников, так и были приглашённые. Тех уже нанимали за вознаграждение. Сначала сказителями были большей частью мужчины, а позже сказительство переняли и женщины. В манерах исполнения сказок с женщинами отмечалась особая нежность, задушевность, мягкость тона и голоса. Длинными зимними вечерами часто в деревнях женщины собирались. У одной из подружек в избе приносили с собой рукоделие, зажигали свечку или лучину, пряли, вязали, пели песни, рассказывали сказки. И в семейном кругу сказка была особо любима и значима. Вспомним картину Максимова «Бабушкины сказки». Крестьянская изба. Здесь собралась вся семья, представители всех поколений. Дети, взрослые, старики. И все собрались у тёплой печи и слушают, как бабушка рассказывает волшебные истории. Может быть, о жар птице или о коще бессмертном. Страшно, но интересно. Сказка – это фантастический мир, иное ощущение бытия. И во все времена человеческая душа жаждет сказки. Ведь в сказке всё – порядок мироустройства, будрость целых поколений, извечные вопросы добра и зла. Изначально сказки сочинялись вовсе не для детей, а для взрослых. Это как учебник жизни. А для детей существовали специальные жанры устного народного творчества. Колыбельные, пестушки, потешки, игры, считалочки. Но детям была понятна и интересна сказка. Они тянулись к ней всей душой. И куда же деваться, если дети сидят здесь же и слушают, вот как на картине Максимова. А первоначально что-то в этих сказочных историях было и не для детских ушей. И народная педагогика стала уже адаптировать этот жанр. Сказки пересочинялись так, чтобы в семьях их могли пересказывать, рассчитывая на детскую аудиторию в том числе. Сказка воздействует как на сознательные, так и на бессознательные психические процессы. Поэтому она ценна для детской души. То, что воспитанием не даётся прямым назиданием, легко и естественно решается с помощью сказки. Вот возьмём, например, сказку «Петушок. Золотой гребешок». У нас ролик с этой сказкой на канале есть. В этой сказке, как и в любой другой, множество смыслов. И сказка эта может оказаться интересной для человека в любом возрасте. Ну, а педагогами эта сказка рекомендуется для самых маленьких слушателей, для детей двух-четырёх лет. Через сказочных героев дети усваивают правило, что нельзя доверять незнакомцам, нельзя открывать двери неизвестным людям, когда находишься дома один. В сказке кот и дрозд уходили в лес за дровами, а наивного и доверчивого петушка оставляли дома одного. А лиса тут как тут и выманивала. Петушка хватала его и уносила. Едва коту и дрозду удавалось спасти его. Кроме усвоения правил безопасности, сказка учит трудолюбию, порядку. В дружной семье у всех распределены свои обязанности. Кот и дрозд заготавливают на зиму дрова. Петушок занимается домашним хозяйством. Сказка воспитывает такие качества, как дружелюбие, взаимовыручка, верность, решительность, готовность броситься другу на помощь. В конце сказки кот и дрозд проявляют находчивость и смекалку, а эти качества тоже бывают необходимыми в жизни. Чтобы спасти петушка, кот и дрозд перехитрили лису и проучили её. А на примере лисы ребёнок учится распознавать негативные качества в людях, чтобы быть осторожным, не поддаваться на лесте обман. Если тебя человек обманул один раз, не стоит ему доверять в дальнейшем. Ребёнок сочувствует, сопереживает петушку, которого трижды обманывает лиса. Ну что ж он такой доверчивый-то, петушок? А петушок-то снова кричит, причитает, зовёт на помощь. Несёт меня лиса, за тёмные леса, за высокие горы, за быстрые реки. Кот и дрозд, спасите меня. И вот это повторяющееся стихотворное причитание вызывает в душе ребёнка яркий отклик, сильные эмоции. Всё это способствует воспитанию таких важных нравственных качеств, как эмпатия, желание помочь попавшему в беду, воспитывает такие чувства, как доброта, милосердие, сострадание, формирует в душе человека яркие порывы, недопущение того, чтобы в мире совершало зло. Эта сказка служена красивым народно-поэтическим языком, много повторяющихся куплетов. Петушок-петушок, золотой гребешок, масляноголовушка, шёлково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошка. Как красиво зазывает петушка коварная лисица, хвалит его, обещает ему лакомство, горошка. По ходу действия при повторе к каждому куплетику добавляются ещё новые слова. Происходит такое нанизывание. Ведь петушок-то ей потом уже не верит, лисе-то, и она первый раз-то обманула. Тут лиса придумывает, как ещё более изощрённо сманипулировать им. На горошек он уже не поддаётся. Так лиса его пшеницей, а потом и орехами соблазняет. Якобы где-то там люди просыпали, куры-то клюют, петухам не дают. Благодаря повторам, эпитетам хорошо развивается речь, память ребёнка. Сказка прививает ребёнку художественный вкус, любовь к родному слову. Традиционно сказку рассказывают напевным голосом, задушевно, размеренно. В русской народной сказке своя мелодия, свой неповторимый стиль. Описание, идеология – всё должно передаваться выразительно, эмоционально. Весь облик сказителя, его игра, мимика, жесты – всё это подчёркивает очарование сказочного повествования. К этому я стремлюсь в своих роликах. Сказку я проигрываю душой, чтобы передать всю силу и красоту родного языка, народных традиций, чтобы вселить в человека радость, чтобы вызвать в сердце зрителя высокие нравственные, эстетические чувства, приподнятое настроение. Это я привела пример всего лишь на одной сказке. И можно дальше продолжать анализировать эту сказку и говорить, чем она ценна. А сказок-то в мире великое богатство. И неспроста у меня возник интерес к этой теме. Ну а как же всё-таки я стала сказочницей на ютуб-канале? Я давно-давно обещала об этом рассказать. Вообще, когда-то идеей создания моего ютуб-канала послужили случайные съёмки наших лыжных прогулок. И я первоначально определила свой канал как психолого-философский. Вот так я решила. Ну, это то, что мне интересно. А темы были разные. Здоровый образ жизни, размышления, поэзия. Но поначалу ролики мы выпускали изредка по настроению. А мой муж присоединился со своим собственным творчеством, с пением и музыкой не сразу. И вот тогда, когда наступил 2020 год, и началась пандемия, и потом, наконец-то, летом 2020 года в Москве отменили режим самоизоляции, и захотелось какой-то новизны. И всё у нас тогда перевернулось в наших умах. Я решила развивать свой канал. Разговорили с подружкой. Она мне посоветовала делать на канале что-то детское. И ещё одна моя хорошая знакомая тоже так вскользь произнесла. Ну, может быть, тебе для детей что-то делать на канале. Ну, рассказать там сказочку. И всё, и всё, и меня осенило. Вжих! Вот откуда-то из сердечной чакры прямо потекла такая энергия, какая-то волна. Время как будто остановилось. И за одну секунду я сразу себе представила, что я буду делать, для чего я это буду делать, как я буду выглядеть. Передо мной сразу предстала сказочница. Вот кто помнит, была такая передача давным-давно в гостях у сказки. И там была актриса Анастасия Зуева. Я её обожала. Перед началом сказочного фильма открывали ставни, и появлялась сказительница. В русско-национальном костюме со словами приветствия, зачина или присказки. Но самыми яркими, самыми моими дорогими сказочниками в моём детстве были мои бабушка и дедушка. Как же они рассказывали сказки? Это было какое-то упоение, это какая-то благодать, такое ощущение, как будто ты находишься сразу одновременно в двух мирах, и в реальном, и в фантастическом. Дедушка-то, он рассказывал сказки о животных, о лесе, и там были волки, медведи, он что-то там сочинял сам, наверняка, на ходу. Он больше так смешил, изображал животных. А вот бабушка знала много волшебных сказок и рассказывала нам, внукам, мы все вместе росли, со мной были ещё мои двоюродные брат и сестра. И бабушка нам рассказывала сказки часто, прямо по ходу дела. Вот, например, мы там что-то расшалимся, разбегаемся, она нас, чтобы усмирить, усадит, например, она вяжет, а мы там клубки ей мотаем, или она рассыпет на стол крупу, и мы сидим, перебираем. А там, где они жили, бабушка с дедушкой, это небольшой городок, и я рассказывала о нём. И частный сектор в основном тогда был лет 50 назад. И вот представьте, такой деревянный дом с русской печкой, и бабушка топит печь, печёт пироги и рассказывает нам сказки. И она по ходу дела могла тут же рассказывать и воплотиться в любой персонаж. Вот тут же, управляясь печью, она могла снять шаль с плеч. Вот я подготовила здесь. Ой, минутку. Вот бабушка могла снять шаль с плеч и тут же превратиться в бабу его. О, у неё была такая грозная баба еба, и она таким голосом ещё и ухват подхватит. «Ты по что, добрый молодец, сюда по жолову? Дело пытаешь, а лёд, дело лытаешь». И тут же она, сбросив шаль и выпрямив осанку, превращается в доброго молодца на коне и отвечает. «Ах ты, баба-яга, костяная нога, ты дорожного человека сначала накорни, напои, в баньки попарь, а потом и спрашивай». Или диалог сестрицы Аленушки и братцы и бабушки. Все мы помним, да, сказку, как Иванушка превратился в козлика, а после там Аленушку ещё и злая ведьма утопила, да, такая драма там происходила. И вот козлик-то бегает по бережку и зовёт свою сестрицу. «Сестрица моя, Аленушка!» Моя бабушка вот так изображала голосом «Выплонь, выплонь на бережок!» А она ему со дна реки отвечает «Ах, братец мой, Иванушка!» Тяжёл камень на дну тянет, шёлкова трава ноги спутала, жёлтые пески на грудь легли. Ну, конечно, сказка всегда заканчивалась хорошо. Все оставались живы, здоровы и жили долго и счастливо. И вот вся эта благодать хранилась в моей душе. И стоило только моей знакомой сказать, произнести слово «сказочка», как это всё заново заиграло в моей душе. И я поняла, что всей этой энергией и благодатью я обязана поделиться с людьми, дальше передать по эстафете. Так появилась на моём канале рубрика «Сказки со сказочницей». И начался кропотливый труд. Но я не жалуюсь. Это мой выбор, моё желание. Хорошо ли, плохо ли получается судить вам, зрителям? Я здесь и режиссёр, и сценарист, и костюмер, и исполнитель. О костюмах говорилось в отдельном ролике. А сыновья мои, по моей просьбе, стали операторами, снимают меня на обычный смартфон. А муж мой занимается звуком, музыкой, компьютерной обработкой. И потом уже Паул стал делать перевод на английский, свой собственный перевод. Особенно в сказках и в других роликах. Не через гугл перевод, там такая будет билиберда, а у нас свой собственный, свои субтитры. Вот хотя я говорила поначалу, что особенно в сказках русскоязычных, русских сказках, вернее, это же для русскоязычных людей. Зачем там перевод? Но к нам стали на сказки. Приходить иностранцы, и не просто, а по серьёзным комментариям. Им это интересно. И мой муж считает, что из уважения к иностранным зрителям мы должны обязательно делать свой перевод и свои собственные субтитры. Не автоматические, а как вы могли уже заметить в других роликах, это наши собственные субтитры, и это большая работа. Там мало того, что надо перевести, но там ещё как программирование, надо какие-то коды делать, чтобы, ну это Паула разбирается в этом, чтобы вовремя они возникали там, появлялись в кадре. Вот. И, к сожалению, и вы, наверное, заметили, в последнее время мы стали редко-редко выпускать ролики со сказками, но просто нету времени сейчас. Каждый такой ролик – это длительная, многоэтапная работа. Кстати, как только тогда, в 20-м году, я стала делать сказки, я так погрузилась в это занятие, что мои подружки, и знакомые, и родственники были удивлены, а почему это Ютуб занимает у меня столько времени, сил и энергии. Как только они не позвонят, я говорю, мне некогда. Говорят, чем же ты занимаешься? Я говорю, или я сказку готовлю, или я костюмы шью, а костюмами было сколько заморочек. Я с таким увлечением этим занялась, я день и ночь сидела вручную, шила костюмы для своей сказочницы. И потом уже мы сказки эти ставили. Тоже, как нам кто звонил, я говорю, нет, нет, мы никуда не сможем пойти, мы очень заняты. Чем же ты занята всё? Говорю, я сказку готовлю. Мы будем сказку снимать. Или мы монтируем ролики. И съёмка одного ролика со сказкой занимает у нас. Это вначале я уже сказку подготовлю. Я неделю там хожу, изучаю, так репетирую. Всё, я уже готова эту сказку заснять. И вот у нас мы посвящаем съёмки. И это, если всё пойдёт гладко, это уже занимает 3-4 часа. Квартиру мы превращаем в студию, вешаем зелёный экран, чтобы сделать декорации. О зелёном экране тоже мы снимали отдельный ролик. И вот, наконец-то, сказка удачно заснята. Но это же не всё. Мы ещё потом монтируем, добавляем там и музыку, звук, опять же, субтитры, иллюстрации. И этот монтаж у нас занимает, бывает 2-3 дня, бывало и неделю. И было же так, что по несколько часов, там вообще по 10 часов в день мы сидели, вот этим занимались. И подружки мои, родственники, некоторые знакомые стали часто задавать уже недоумённые вопросы. А зачем это тебе? Некоторые, кто не знает, думают, что нам кто-то за это что-то платит. И когда узнают, что у нас даже монетизации на Ютубе нет, и мы вообще ничего за это вообще не получали никогда и не получаем. Они вообще были удивлены, говорят, ну, совсем сумасшедшие. А я, вот, своей знакомой-то, шутя, и ответила, ты же мне посоветовала на Ютубе, сказочку рассказывать. А она и не помнит уже, говорит, да-да-да, ну, может быть, что-то я там сказала, ну, имела в виду, ну, что-то детское там почитать, ну, там, сказочку. Ведь ты, мол, Марина, воспитателем работала, университет-то ты зачем потом закончила? Да, друзья, у меня есть диплом психолога образования. Я училась на вечернем, уже работая педагогом, воспитателем, работая в детском саду. Я училась для того, чтобы повысить свою квалификацию, чтобы эти знания мне пригодились в работе с детьми и вообще в жизни. Я люблю учиться. У меня несколько разных дипломов, несколько профессий я освоила в жизни. Ну, и тогда вот, если вернёмся к сказкам, к ютуб-каналу, подружки мне и знакомые мои, что тогда советовали-то? Ну, и придумай для детей что-нибудь такое лёгенькое, простенькое. Ну, взяла там, почитала сказочку там за 15 минут, сняла ролик раз и выложила. Почему-то считается, что для детей значит всё легко и простенько. Тут, наоборот, всё надо продумать. Это должно быть качественно выполнено. И поэтому... Поэтому кажется, что всё так просто. Конечно, как говорят, опять же, подружки там советовали, мои знакомые, ну, взяла там, быстренько прочитала. Ну, зачем ты с таким замороченным роликом возишься? Ты бы 10 таких роликов сняла, пока ты один там месяц целый делаешь. Да, конечно, можно мне было тоже взять книжку и почитать. А почему я говорю тоже, что я знаю, смотрела много роликов, где авторы каналов и очень качественные ролики. Я хочу сказать, я очень с интересом, с удовольствием посмотрела. Мне понравилось, как выполнено. Где люди вот берут просто книжку, открывают сказки и читают. И я могла бы взять и почитать. Но я иду другим путём. Как вы знаете, я сказку рассказываю. Вот такая ко мне пришла идея. Пусть это труднее, но я выбрала такой формат. Я рассказываю сказку наизусть. Или, по крайней мере, близко к тексту. Конечно, я что-то импровизирую и своими словами рассказываю. Но всё равно я придерживаюсь текста. В той или иной редакции тексты, которые рекомендованы Министерством образования и так далее для детей. А вот в старину-то не было никакого текста. И сказки передавались изустно. Чем и ценны сказки. Ведь каждый сказочник говорил своими словами. Он передавал это, вкладывая в это свою душу. И каждый сказочник, он привносил в это что-то своё. Традиционная суть сказки, вот обкатанная веками, сложившаяся, как утверждал Карл Юнг из коллективного, бессознательного, вот из этих архетипичных образов. Вот она сохранялась. Но каждый привносил что-то своё, индивидуальное. И так сказка передавалась из уст в уста. Она развивалась, она жила. Она была устным творчеством. То есть она была живой. Она менялась. А позже сказки стали записываться, да, собиратели сказок, и о них стоит поговорить в отдельном ролике. Вот сказки записали, собрали в архив, потом их напечатали, стали издаваться сборники сказок. И это уже литература. Это уже литература. И в сказках уже установился канонический текст. Вот, кстати, эта книжка, наша семейная, русские народные сказки, она издавалась в 1953 году. Ну, вот, есть у меня сборники для педагогических училищ. С картинками книжки мы уже раздали, дети выросли. У меня внуков, у меня пока ещё нет. Ну, вот, что-то остались, конечно, книги. Вот это сборник сказки народов мира. Это моя мама ещё покупала эту книгу. Так, я сбилась с мысли. Да, и в книгах уже в печатных изданиях устанавливался канонический текст. И когда мы читаем эти сказки, да, мы этот текст, он уже передаём, уже из уст в уста, не своими словами, а вот как он есть текст, мы читаем, и так его слышат, и так его читает следующий читатель. Да? А я вот иду другим путём, чтобы я хочу передать ту атмосферу, показать, как вот раньше сказки рассказывались. Это совсем другая аура создаётся, да? Совсем уже другая обстановка. Ну и опять же к этому вопросу вернёмся, меня спрашивают, ну а зачем тебе это? Зачем ты так заморачиваешься-то? И вообще, кому это нужно? Ведь есть аудиосказки, где читают профессиональные актёры, да сколько фильмов создано. Это, ребята, надо. То, что я делаю, я знаю, что это надо. И кому это надо, милости просим на наш канал. В моём детстве, вот лет 50 назад, тоже было и телевидение, и радио. Выпускались грампластинки со сказками. Мы с удовольствием их слушали. Были художественные фильмы, создавались по сюжетам сказок, мультфильмы, спектакли ставились. А на книжных полках у каждого из нас стояли иллюстрированные книги со сказками, которые мы с удовольствием читали, да, будучи детьми. Но, тем не менее, наши бабушки и мамы, вот моему поколению в нашем детстве, продолжали нам рассказывать сказки, просто вкусно рассказывать. и в этом было свое очарование. То, что традиция устного творчества имеет бесценное значение развития и воспитания личности человека, для меня несомненно. Важность того, чтобы мамы и бабушки продолжали детям рассказывать сказочки, не только читать по книжкам, но и просто рассказывать. чтобы традиция устного народного творчества не сошла на нет, эти вещи меня волнуют и подвигают на создание этих роликов. Традиционно народная сказка это не только слово, но и постановка, исполнение. Я считаю, что я вношу свою лепту в то, чтобы сказка как жанр устного народного творчества, подчеркиваю, устного, продолжала жить, была любима и передавалась дальше будущим поколениям. Мои ролики сказки со сказочницей вам в помощь. Смотрите наши сказки и берите с меня пример. Пусть в каждой семье будет такая своя сказочница или сказочник рассказывая своему ребёнку сказку вы можете больше импровизировать, разыгрывать сказку по ролям, где ваш малыш будет не пассивным слушателем, а активным участником. Пусть для ребёнка раскроется всё пространство сказки через все каналы восприятия. Вот меня вы в моих сказочных роликах можете только виртуально видеть и слышать. Вот руку нам пожать сейчас проблематично, а рассказывая сказку своему ребёнку вы можете и обнять его. И это очень важно. Вот например я помню как мне бабушка рассказывала сказку «Корочка ряба». Она и дедушку подключала. Это такой как театр был своеобразный. Она говорит «Вот давай мы с дедушкой деда с бабой сидим и плачем. Яичко то упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет. Как курочка то жалеет деда и бабу пожалей. И малыш то обнимает каждого, гладит по плечу. Не плачь дед, не плачь баба. Вот так-то нам рассказывали сказки наши дедушки и бабушки. Вот моему поколению людям, которым сейчас лет пятьдесят, шестьдесят. Наши бабушки и дедушки уже ушли в мир ной. Но душевная теплота их сказок живет с нами и поныне. И я думаю, что многие присоединятся сейчас сказки моим словам. Поэтому сейчас в наше нелегкое время нам нужно сказку как традицию устного народного творчества сохранить и передать нашим современным детям и будущим поколениям. К счастью, сказки собраны в книге. Большой вклад в культуру внесли собиратели русских сказок. Но вот сказки записаны напечатаны стали издаваться книги и это уже литература это по сути памятник сказки. А как сказка как устное народное творчество будет ли жить зависит от всех нас. Знакомить детей со сказками по книжкам тоже необходимо. К счастью, многие родители сходятся во мнении, что хорошо чередовать. Вот днём, например, сказку читать ребёнку, рассматривать картинки, а вот на ночь хорошо сказку рассказывать. У ребёнка тоже очень важно чтение книг, да, изучение сказок по книгам. Это, несомненно, очень важно. У ребёнка прививается любовь к литературе, книгам, бережное отношение к книгам. Иллюстрации развивают и обогащают зрительное восприятие ребёнка. ребёнок постепенно учатся читать. Книжки тоже необходимо читать. И вот ещё хочу сказать о художниках- иллюстраторах, конечно, стоит поговорить в отдельном ролике. Это особая тема. Ну, а сегодня я о том, что необходимо уметь сказки и просто рассказывать со всей душой. Пусть и своими словами. Если вы позабыли некоторые сказки, вы вначале можете взять и почитать их, да, и вспомнить. Книги как раз в этом помогут. Ну, и мои ролики сказки со сказочницей вам в помощь. Смотрите, пожалуйста, у нас сказки. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь нашими сказочными роликами с другими людьми. Мы со всей душой работали над нашими сказками, над нашими сказочными роликами, и хотим, чтобы их увидело большее число зрителей. Всем желаем крепкого здоровья, счастья, мира, и чтобы сказочным образом исполнялись все ваши заветные, светлые и добрые мечты. Спасибо.